Согреть ближнего. Жители Мариуполя развешивают на деревьях теплые вещи с записками. Так хотят помочь нуждающимся согреться в холода. Впервые акцию провели в прошлом году. Тогда в инициативной группе было всего несколько человек. Сейчас к ней подключились сотни людей. Тему продолжат наши мариупольские корреспонденты. Сирене-рябину принарядили к холодам. На них теплые шапки с шарфами, перчатки, куртки и даже дубленка. Эти вещи горожане принесли для нуждающихся и развесили в людных местах. Этой акцией мы просто хотим показать людям, чтобы они не оставались в стороне, чтобы они не оставались равнодушными и вспомнили о том, что есть те граждане, которые нуждаются в чем-то. В течение года люди приходят, каждый вот, допустим, и говорит, ой, а у вас там акция была, мы слышали, а можно еще, еще не поздно. Нет, не поздно, оно у нас завалено, у нас там еще соседняя комната, все завалено. Поэтому, если оно будет лежать вот так, его там никто не увидит. Волонтеры говорят, вещи разбирают за считанные минуты. Взять их может любой желающий. Вместе с вещами передают еще и записки с добрыми словами. Пожалуйста, возьмите, если вам холодно, оставайтесь теплее. Это вы к этим вещам, да? Да. Возьмите и согрейтесь. Вот мы сейчас хотим развесить, чтобы люди нуждающиеся согрелись и были довольны. Десятки вещей уже забрали. Инициаторы надеются, одежда действительно согреет нуждающихся. Впервые подобную теплую акцию провели в прошлом году. Все вещи подбирали по сезону. Смотрим по погоде, смотрим на неделю вперед, чтобы была погода не туманная, влажности, чтобы не было сухая, солнечная. Вывесили вечером. И на утро, к нашему приятному удивлению, ни одной вещи не висит. К Новому году и Рождеству инициаторы теплой акции планируют вместе с вещами вывесить на деревьях символические новогодние подарки. Надежда Сухорокова, Борис Яковенко, Донецкая область, ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова